Селям алейкум. Хайрлах Шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон Сейф АТР. Голос Крыму. Майя. Будто в эфире. В студии для вас работаю Ягуль Сумхалилова и мой коллега Айдер Муждабаев. Селям. Ну первое, что надо сделать, мне кажется, каждому, что может каждый сделать поддержку нашего телеканала, это подписаться на наши страницы в YouTube, в Facebook. Если есть желание помогать действенно, то подпишитесь на нашу страничку в Patreon. Можете стать членом нашей большой семьи врагов Русского рейха, борцов за свободный украинский Крым. Ну что делать, если не все представители нашей власти, скажем прямо, видимо в этом заинтересованы, значит будем сами, значит будем искать союзников среди всех, в том числе и в первую очередь среди наших зрителей, которые уж точно смотрят АТР не просто так и которые пишут нам со всех концов мира, что мы им нужны из оккупированного Крыма, из Донбасса, с Горловки, там Бог знает откуда. С Австралии, это просто страшно перечислять, понимаешь, насколько много хороших людей в мире, но к сожалению не все они трудоустроены в нашу сучастную власть, которая своим видом показывает, что она не очень хочет бороться за Крым, хочет фейки нам продавать такие, да. Но как-то мы не покупатели фейков, вот, и не участники игр никаких. И что еще хотел сказать про соцсети и так далее, там у нас везде есть хэштеги вот эти, сейв АТР по-английски, голос Крыма Майя будет в эфире, украинскую мову, можете с этими тегами, отмечая наш телеканал АТР, где угодно, публиковать ваши вопросы к представителям власти, к президенту Владимиру Зеленскому, который молчит до сих пор, когда одновременно с тем, как он вместе с РНБО принимает решение закрыть российские каналы, его, ну, не прямые, но фактически подчиненные члены правительства делают все, чтобы, зная сознательно, в каком мы ситуации находимся, чтобы канал АТР прекратил свое вещание через спутники на оккупированные Крым. Это, в этой парадигме долго жить нельзя. Ну, как-то, то там же можно отметить офис президента Украины, где должны быть в курсе происходящего. Вот, я обращаю внимание на то, что происходит с каналом АТР, также представители посольств западных стран, прежде всего, это посольство Соединенных Штатов. Мы обязательно будем обращаться к нашим партнерам, к людям, для которых свобода слова не пустой звук, и поддержка борьбы Крымлы за возвращение в Украину тоже. Также посольство Соединенного Королевства, посольство Канады, дружественной Украины, и посольство представительства Европейского Союза. Мы будем всем им сообщать о том, что происходит. Ну, например, сейчас только что вы можете зайти ко мне на страницу в Фейсбуке, прокомментировал сегодня, я ждал этого, просто вот ждал, прокомментировал Пасквиль, который написали там на одном левом сайте, ну, знаете, на таком сайте, где личные люди не публикуются, а вот публикуется всякое такое, да. И вот есть, уже было три попытки уничтожить ЭТР, и каждую из этих трех попыток сопровождали такие тексты в исполнении этого человека. Да, ну, как по мне, так не очень человека, ну, в моральном смысле это слово физически там, он похож, вот, но это первое. А второе я, да, и примечательно, что этого человека всегда, и подобные все вещи тут же, тут же перепечатывают российские пропагандистские, такие, знаете, отборные такие, трушные пропагандистские сайты, такие не просто какие-то там косящие под приличи, типа Медуза, а вот прям помойки такие, вот они вместе, значит, наши вот эти вот, вместе с русскими помойками идут в атаку на единственный крымсотарский телеканал. Можете себе представить, какая мы кость у них в горле, да? И я еще хотел добавить, говорю, сумочка, одно. И я очень жду, прямо жду, прям, можно, у меня часов нету, вот, но... У меня есть я засеку. Да, засеке время, вот сколько пройдет до момента появления ролика шарика в эфире про ТЭР, потому что, когда прошлый раз пытались закрыть в том году, там был такой хороший заказ ему, и там вот он все-все вот эту брехню, значит, про нас собирал, такой тупую-тупую вообще такую просто дурацкую ложь, вот, и выдавал в эфир, прям, как с добрым утром, чуть ли не через день. Я вот жду, там, будет сейчас вот заказ этому же, так сказать, или он уже считается достаточно зашкваренным, и нужно других лошадей, так сказать, использовать на этой переправе в никуда. Мы все это видим, все это знаем, мы обо всем это расскажем нашим партнерам западным, всем, кто спросит, нам нечего скрывать о том, как близкие к власти люди рассылают сейчас украинским журналистам эту брехню, просто опубликованную на каких-то помойных ресурсах, это просто мрак, это делают люди близкие к нашему правительству, которые хотят, типа, помочь чиновникам справиться, наконец, с этой крымско-татарской проблемой, с этими вот странными такими, какими-то странными людьми, которые что-то хотят, ну, которых отняли родину. Нет, бы молчали, бы сидели спокойно там, попивали там в Киеве, кто чай, кто не чай, да, им что-то надо, все. Ну, действительно, странные люди, я согласен, поэтому странные люди достойны, чтобы вы им помогали в не странных, хороших делах. Я напомню нашим сеть зрителям, что на студии работают телефоны, на экраны ваших телевизоров, режиссеры их периодически будут выводить, плюс 38073-419-4158, звоните нам абсолютно бесплатно по вайберу, присоединяйтесь по skype, отр.тв, это наш адрес, нам важен ваш голос, и к нам сейчас присоединяется военный эксперт Дмитрий Снегирев, давайте подключим его к нашему эфиру. Пан Дмитрий, увитаем вас. Дмитрий, увитаем вас. Пан Дмитрий, увитаем вас. Алло. Алло. Пан Дмитрий, увитаем вас. Пан Дмитрий, увитаем вас. Плохая, видимо, связь, мы попробуем еще раз его набрать. Ну, вот такие вот дела. Поэтому я ничего нового не вижу. Это настолько старый, настолько перекрученный фарш, это настолько ужасно, что они третий раз пытаются закрыть АТР с помощью вот этого совместного нападения местных предателей, значит, русской агентуры, вот этой медийной, такой же просто дадыр протертый вообще. Айдар, а вот ты сказал про страны, которые нас поддерживают сейчас, это и страны Балтии, это и Польша и так далее, а есть уже какой-то фидбэк? Вот мы получили какое-то предложение от них, помощь, звонки? Ну, конечно. Вот с кем ты общаешься? Ну, конечно. Ну, я общаюсь с главой Конституционного суда Литвы, и Данисом Жалимасом, очень приличный и известный человек. Это, кстати, первый Конституционный суд вообще в мире, который осудил решение об аннекции Крыма как противоречащие Конституции даже самой Алисойской Федерации. Это, как раз, был Конституционный суд Литвы, и Жалимас внесен туда как в качестве там нон-грата или что-то такого, да? Литовские журналисты, конечно, мне звонят, друзья наши, польские, немножко они, так сказать, ну, недоумение, они не понимают этого маниакального стремления. Ну, это же позор. Ну, это не позор, я думаю, что это не позор. Ну, слушай, это же реальный такой репутационный удар. Ну, они не думают об этом. Я думаю, что они не думают про Украину вообще. Пан Дмитрий, вы на звездку? Пан Дмитрий, алло. Алло. Пан Дмитрий, что это? Алло, так. О, мы за... Алло. Дуже слабо, что это? Алло. Прерывается, к сожалению, у нас телефонный звонок с Дмитрием Снегиревым. Ну, может быть, это трохи пизднейший. Я редактора спрошу, да, чтобы, когда уже точно будет нормальная связь. Я вот, собственно, какую новость хотела с ним обсудить. Вот сегодня появилось такое информационное сообщение в Национальном центре управления испытания космических средств Украины. Там, значит, зафиксировали новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала российской оккупации. И наши режиссеры подготовили фотографии этих новых объектов, которые я сейчас попрошу вывести на экраны. Я знаю, знаю, почему все это. А выведите, пожалуйста, эти кадры на экраны, так как на одном из самых свежих снимков зафиксирован поселок Новоозерное, неподалеку от озера Дон Узла. В конце 2020 года там фактически по сведести степи появилась военная база. По словам начальника информационно-аналитического центра Национального космического центра Украины Сергея Янчевского, еще в 2018 году на этом месте были развалившиеся коровники, а уже в 2019 году, в течение 2020 года, здесь появилась большая воинская часть. Ну вот и к чему этот разговор? Мы не готовили, я не знал, что это спросишь, но это ты готовила темы. Вот понятно теперь, да, куда ушла вода? Это же только вот отдельные объекты, да? Конечно, да. Они требуют жизнеобеспечения. И теперь понятно, почему им так нужна Демпровская вода реально сейчас. Мы же показываем регулярно снимки там с космоса, в смысле, на водохранилище, да, что там происходит с этим совсем. Они высосали из Крыма всю воду, причем предыдущие зимы-то тоже были некоторые неснежные, все, да, но воды хватало. Это говорит о том, что количество населения выросло сильно, и население это не просто там туристы, пенсионеры, которые там из лейки цветочки поливают, а такие серьезные радиаторы, серьезная техника, ракетная, любая другая, танковая и так далее. И вот, собственно говоря, с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с тем, что Россия действительно дошла до критической точки. И мы вот так, знаете, это просто как качельки такие. Как только начинают говорить, что нужно воду в Крым пустить, следующим шагом вот прям жди. Это вдруг появляется лишний телеканал ЭТР, который что-то неправильно там оформил, которому нужно провести дополнительный конкурс. Так как в прошлом году было же то же самое. То же самое. Как раз в момент возможного закрытия телеканала ЭТР и перекрытия финансирования появились вот эти вот, знаете, заявления о возможной поставке воды через северокрымский канал в Крым. Я же написал на Украинской правде в моем блоге. Но это не может быть совпадением. Почитайте. Да, я написал заметку как раз. Извините, не себя рекламирую, просто здравый смысл, да? Совпадение, не думаю. От постоянных попыток закрыть канал ЭТР и открыть северокрымский канал смердит Россия во все стороны просто. Это вот две вещи, которые повторяются все время. Но с 15-го года, что я наблюдаю, каждый где-то полгода-год какой-нибудь чиновник вскакивает, как будто на кнопку сел канцелярскую и говорит, о, кстати, как бы нам северокрымский канал запустить, давайте проработаем такую возможность, а надо ли, а может быть, помочь соотечественникам нужно, а может быть, там бутылочку какой-то воды перенести и танковому танкисту русскому и так далее, да? А сейчас вообще критичная ситуация. И каждый год влезает опять какой-нибудь в сопровождение хора Шариковых, значит, тоже чувак какой-нибудь, который говорит, что-то опять это неправильный канал, какой-то странный вообще, что-то не то, здесь что-то не так, давайте им какие-то условия еще придумаем, но желательно так, чтобы сделать нам долги какие-нибудь, там создать задолженности по тому, в общем, что мы платим за это, за державный интерес, это за трансляцию спутниковую, например, в Крым, да? Вот. И, ну, то есть, это вот такое настоящее вредительство, когда можно много слов сказать, а можно сказать просто, люди делают все от них зависящее, для того, чтобы мы замолчали, потому что пока мы говорим, воду в Крым пустить не получится. И это четко, это такая прямая связь, мы всегда им говорим, воду в Крым нет, никогда нет ни за что, да? Повернуть общественное мнение там с помощью подконтрольных олигархов каналом, наверное, будет непросто, вроде непросто, нетрудно, попытаться, по крайней мере. Они начнут рассказывать про умирающих бабушек, там, где-нибудь там под Джанкоем, да, который в степи там кактус грызет, да? И такое, вот это будет точно так, я это все-все вижу, вот, если представить, что телеканал АТР закрылся, а мы сделаем все, чтобы этого не допустить, то следующим этапом все увидят, что произойдет. Будет компания, как раз весна пойдет, все под весной это делается, пойдет компания по видновлению, постачанию громадянам Украины в оккупованному Крыму воды. Ну вот, кстати, в подтверждение твоих слов о критической ситуации с наполняемостью водохранилищ на территории Крыма. Недавно, значит, руководитель оккупационного предприятия Вода Крыма Баженов сказал, что запасы крымских водохранилищ в феврале продолжают снижаться. У нас есть его синхрон. Давайте вместе послушаем. Запасы воды в водохранилищах продолжают снижаться. Значит, Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодняшний Умутро имеет всего 7% от запаса воды. Партизанское 14%, ну а ЯН 26%, ну а ЯН столь мало, что эти серьезные запасы мы не воспринимаем. С нами сейчас на прямой связи Евген Хлобестов, директор экономичных наук, профессор кафедры экологии. Пане Евгена, витаю вас. Пане Евгена, чуете? Доброго дня. Доброго дня. Пане Евгена, ну вот вы сейчас слышали синхрон Баженова, который рассказал о запасах воды на территории времена оккупированного Крыма. Вот по вашим аналитическим данным, на сколько их может хватить еще? Там ситуация достаточно сложная, потому что действительно на сегодня проблема с водными ресурсами Крыму это проблема, которая не относится местного населения, за великим рахунком, это относится военно-веступроводства, инструктури, военно-промиссового комплексу и всех военно-веступроводствий. Потому что именно для них нет никаких проблем с водопостачанием. А тех проблем, которые сегодня связаны с наполнением кримских водопостанов, то, вибачте, это проблема малих речок, которые разбираются значительно выше. И тут комплекс проблем, проблема и посухи, и проблема с использованием подземных горизонтов. Ну, с этого привода, мы створили очень интересный фильм, Крым с неводнанием. Будьте, пожалуйста, для местного населения, правильно? Да, однозначно, этого было достаточно, потому что на сегодня Крым мает безпрецедентную военно-веступроводство, безпрецедентную кількість служебных природных водных ресурсов, которые связаны исключительно с милитарными целями. И саме через это сегодня цивильное население чувствует таку гостру нестачу питной воды. Но, тем паче, что вона не есть всюду однакоовой. Мы же сказали про то, что и подъем плесной воды спинземный джерел, что использование описненной воды, оно все отбывается в очень минимальных количествах, если описнение воды и небезопасных количествах, которые стоят описненных горизонтов. Но, в целом, проблема, я еще наголошу, полягает только в том, что расходы наявных водных ресурсов действуют исключительно для и в межах межского промежского комплекса, и в межах межского присутствия. Если говорить относительно тех мер, власти в виде бурения артезианских скважин и так далее, вот насколько эти меры сегодня долгосрочные, насколько они могут спасти ситуацию с наполнением водохранилищ, с обеспечением населения водой? Вода не спасут ситуацию абсолютно, потому что, во-первых, они поднимают воду разной качественно, разного минерального склада. И именно через то, сегодня такая ситуация появляется, что они закачивают фактически артезианско- взрывную воду в открытой частини певнично-кримского канала, пешдодоком и феодосией, например, они поднимают воду разной якости, которая разъедает коммуникационные системы, соответствующие трубы. То есть, сегодня это даже не полномерие, это, знаете, больше пиар-захид, а не реальное намагание решить ситуацию для цивильного населенения Крым. Я еще раз покорю, все проблемы водопостачания стосуются исключительно населення, которое не имеет отношения до військовой присутствии или силовой спорции. Поэтому все эти заходы не будут иметь в ближней перспективе какого-то позитивного результата. Мы маем просто с великой пиар-акцией по намаганию спрятать то, что там происходит позитивно. Правда, там очень сложная ситуация в Крыму. Просто поединение декілька факторов это и климатические изменения, абсолютно нерациональное использование наявных ресурсов в водосховищах, это абсолютно безглузное бурение свердловых для минерально минерализованной артезианской водой. Ну и в принципе снова распредел самая проблема главная номер один это распредел наявных водных ресурсов средств поживающих. Окупанты там в Крыму рассчитывают на существенные осадки. Это может спасти ситуацию? Ну так уже было. Они навч выкликали штучные опыты, как мы знаем. Это было наприклад в березне, на начале жовтня. Ну провальная попытка была, конечно. Да, за рахунок специальной авиации они выкликали опыты. Ну что, они затопили частину Севастополя, Симферополя, жодної крапли не потрапило до водосховищ. Рівень води в водосховищах не изменился а не на миллиметр. Тобто, я вважаю, что рассчитывать на великые опыты, которые могут взяться и что они решат эту проблему, это трошки наивно. Правда, нужно рассчитывать не на опыты, а на перерозподел системы использования наявных водных джерел. Потому что опыты, они могут и пройти, но принципово ситуацию они не вырежат. Дякую вам. Пане Евгене, и вот про марафон тоже, мне кажется, очень важно спросить и поговорить. Пане Евгене, вот вы сейчас в программе, можно сказать, марафон, посвященный телеканалу АТР, который сейчас находится в сложной ситуации. Мы столкнулись снова с финансовыми сложностями, и наш марафон называется «Сейф АТР Голос Крыма Майя Буты в эфире». Вы в курсе собственности ситуации? Вот что можете сказать, насколько сегодня вещание телеканала АТР, вещание на оккупированную территорию важно? Дякую за это питание. По-перше, я вважаю, что канал АТР треба обовязково поддерживать. Поддерживать из усиленных джерел и безпосредственно из государственного бюджета. Потому что на сегодня это единственный канал, который последовательно целескремованно выборяет украинский Крым, выборяет право Украины на повернение ее законных территорий. Я вважаю, что на сегодня мы действительно все окраинское суспільство мое доеднатися до каналу АТР и створить ну таку загальну позицию довести до влади, что по-перше канал АТР має иснувати, по-друге має развиватися и по-третье как вы если если спроба задушить канал АТР будет удаленем то наступное питание которое будут поднимать может быть те самые люди в уряде будет восстановление водопостачания до Криму с метою гуманитарной поддержки наших співград громадян которые там на танках в сенсе бабусек которые там сидят без годы Ну дякую за это питание по-перше я сподіваю что этого не будет потому что сегодня стан Певнично-кримского каналу даже по территории которая находится в бежах юрисдикции Украины Херсонской области он не позволяет по нему транспортировать воду и мы про это неодноразово говорили что вартисть восстановления ценности цьей споруды цього канала вона приблизно дорівнює в своих масштабах по будови нового канала Слушайте Россия допоможе Россия может допомогти они запропонуют помощь в решении гуманитарного питания а чому нет Ну этот канал потребен Россию исключительно для того чтобы забезпечивать еще краще их промисловый комплекс ну и використовувати цю воду для промисловых и других потреб на сегодня Россию на мою думку Украина має чітко сказати что жодного відновления водопостачання по Північно-Кримському каналу за умов окупації Криму Россией не может это абсолютно чітко но сегодня мы говорим только про то что мы должны пихлуватися про властные территории и когда Крим станет украинским тогда мы будем решить вопрос потому что мы же бачим что фактично наша влада занята численными и другими проблемами а питание Криму все речи активизуется в засобах массовой информации в каких-то меседжах или вступах наших можно владельцев дякуем очень пане Евгене Чов Сагум за поддержку Евген Глобистов был с нами на прямом связке доктор экономических наук профессор кафедри экологии а нас поддержал режиссер и актер Ахтем Сітаблаев давайте вместе послушаем и посмотрим его видеобращение Витаю всех меня зовут Ахтем Сітаблаев я режиссер актор директор государственного предприятия Крымский дом для меня это много чего означает Крымский дом я его нашел не строительство не строительство настоящий дом тут в Киеве потому что тут много моих друзей много тех людей кому не байдежа что происходит в стране кому не байдежа что часть нашей родственной родственной тим украины они терпят много чего например в Крыму очень большие проблемы с у меня там двое моих родственников моих детей весь мой род от любви нижнего представителя своего рода ни представителя моего народа я не слышал скарг або або слов про то что надали воду что без не можно жить я думаю каждому из вас добро известно что это так быть без годы мое сподевание что каждому из государственных чиновников от которых зависит от финансовой помощи единому телеканалу який и умова народа телеканалу отр в них так уж залишилось хотя бы трохи почуття гидності сумління и дейсно державницкого бачення розвитку нашей державы не смешить будь ласка мене и навколо себе всіх хто добре розумеется на том что найти гроши за для поддержки одного підкреслю одного в святі телеканал який допомагає тим хто живе на окупованных териториях зокрема в криму и не скаржиться на отсутність води тим самим коренный народ який з усіма уставами международных организаций мае право в першу черву казати про проблеми він гідно переносить це тому що розуміє що це інструментарий боротьби загадником з окупантом з ворогом спробуйте пожити один день без води чому ж ви допускаєте думку що людям які мешкають там на окупованій території не не потрібно мати слово рідною мови слово з екрану чому ж ви думайте що маєте право вирішувати долю цього народу я сподіваюсь що ці тимчасові складності з пошуком грошей на підтримку одного телеканалу який має цілий народ будуть подолені і ми знову почуємо рідну мову з рідного телеканалу не тільки тут в Києві де дякувати всевишньому є вода є мирне небо над головою а і в Краму і на Донбасі і у кожного із нас в Дону Сайфайдар Сагул Санахтем Ситаблаєв Сюхсагул Санахтемага Радио таща курлі арнобільна армія істема Айдар к нам присоединяється журналист Сергій Бережной Давай його поприветствуем Пану Сергею вітаємо вас Селям алейкум Привет Здравствуйте Здравствуйте Приветствую всех Приветствую Гульсун Приветствую Айдар Ну что скажешь Сережа Ты знаешь Если бы допустим впасть в литургический сон Год назад Ну там мало ли все бывает в жизни Раз и проснулся Представь Проснулся Вот тебе на подушке ордена опять И все те же самые ордена За попытку закрыть АТР У меня ощущение дежавю Какие твои ощущения Абсолютно такие же Это то же самое дежавю Это та же самая бюрократическая Извини за выражение хрень Которую так и просто не удалось преодолеть А которую никто в общем и не пытался преодолеть И которая работает в отношении всех Более-менее самостоятельно работающих И каналов И СМИ И ну Других каких-то структур гражданского общества С этим сталкиваются практически все Это системный Наш бак Который мы как гражданское общество Преодолеть не сумели А государство этого преодолеть и не пытается Это в общем его сущность Оно его охраняет Вот эту свою неспособность Решить что-то И я сегодня почитал То что говорят Функционеры Об этой проблеме И конечно Все то же самое Это та же самая Неспособность что ли Выйти за пределы формальности Которые они сами для себя придумали Да нет, ну Сережа Ну не желание Ну какая неспособность Они уже не знают что придумать просто Они даже просто говорят Вот ваши деньги тут есть Но мы вам их не отдадим А может когда-нибудь Мы придумаем условия Какого-нибудь конкурса И когда-нибудь его проведем А вы с ним будете участвовать И мы вам еще 14 конкурентов Тут где-то набрали Там на ближайшем Так сказать Медиарынке Айдар, а знаешь что дальше будет? Как только Реально Действительно Будет угрожать Возможность Исчезновения АТР Если не дай бог Это все-таки Выйдет на вот такую Критическую линию Они тут же все Про все эти формальности Забудут Уверяю тебя Потому что это Они ощутят Удар по репутации Они ощутят Что им сейчас Начинает припекать Что они уничтожают То что действительно Работает И то что совершенно Необходимо В том числе им самим И когда они это поймут У них мгновенно Изменится Ну и когда уже Припекает Когда уже на сковородке Танцуешь Сам же понимаешь Что происходит Я То что это Вражеский замысел Я не верю Я верю В неэффективность Государственной Государственной бюрократии В неэффективность Это хуже Чем Вражеский замысел Потому что Если вражеский замысел Можно выявить Если ему можно Противодействовать То бюрократия К сожалению На Может быть Противодействовать Или нужно Вообще полностью За пределами Государственной службы В этом случае Так как делали Допустим Блокаду Крыма В этом случае Может что-то сработать И оно может Что-то подхватить В результате Но Это требует Конечно Совершенно других усилий И совершенно другого подхода Нельзя рассчитывать На это государство Нельзя Только то Что мы делаем сами Только опора На свои собственные усилия Подожди секундочку Вопрос такой уточняющий Вот Сами-то сами Но у нас тут не министерство К сожалению Мы не можем управлять Физически Политикой И слава богу Но вот есть министерство Которое называется Спытань Реинтеграции Темчасово Окупованных Территорий И Вот эта история С придумыванием Все новых и новых Условий Невыполнимых Оттянутых Во времени Открытия Финансирования Канала ОТР На которых были Предусмотрены Деньги в бюджете В совершенно четком Понятном Ежегодном количестве Кроме этого Министерство Прославилось За последние два Ну месяц Наверное Даже меньше Двумя Совершенно Фантастическими Предложениями Айдер, я тебя не слышу А сейчас слышишь? Алло Алло У нас сегодня Какие-то помехи Какие-то Совпадения? Кто-то с садовыми Ножницами Ползает Перерезает Нам эфир Сережа, ты слышишь меня? Алло Да, сейчас слышу Ну вот Кроме ОТР Значит В министерстве Родилась Прекрасная Инициатива Родилась Выкинуть Закон О переходном Правосудии Которые Значит Зеленский Сказал Написать И юристы Его долго Писали Там С определением Коллаборационизм Там Давно Пора было Степень Предательства Определить Да что является Коллаборационизм Изменой Родины Что является Просто Жизнь Окупация Ну такое Да Пришел Значит Новый Министр Громко Всем сообщил Законопроект Теперь Другой В законопроекте Нет слова Коллаборационизм Чем Похвастался Премьер Министр Вице-премьер То есть Теперь Моторолу Можно в принципе Выкапывать И мумфицировать И класть В мавзолей Ну По крайней мере В частный Мавзолей Сказать Ну нормальный Гражданин А что нет Где тут семья Может пенсии Давайте Из Ростова Привезем Кто там Вдова Там Алкоголическая Будем ее кормить Здесь за бюджет Украины Но я почему Говорю Что она сможет Жить там Потому что Второе предложение Того же самого Вице-премьера Это Оставить всех Уккупантов В Крыму После деоккупации Он предложил людям Которые приехали В Крым А там Которым воды Сейчас не хватает Которые выпили Своими танками Все там Может быть На миллион Увеличилось население И соответственно Процент Крымских татар Украинцев А Крымский татар Вообще Уже снизился Наверное До 5% С 15% Который был На момент аннексии По крайней мере Он снижается И он предлагает А давайте Все свои Диты-бабы Все залышайтесь Он по-русски Оставайтесь здесь Получайте Украинские паспорта Виды на жительство Ничего Что там Сейчас Как раз Одновременно С этим предложением Министром По интеграции Прямо вот сейчас С весны Будут отбирать Все участки Украинских собственников То есть Либо ты гражданин России Либо у тебя просто И реквизирует все Одновременно Украинский министр По интеграции Говорит Россияне Оставайтесь В Крыму После деоккупации Это второй Ну и третий АТР Точнее Там между этим Было вот эти Все прекрасные Инициативы Вот скажи мне Можно Могу ли я Может ли Житель Донбасса Который потерял Свой дом Там да Можем ли доверять Министерству Которое Радует нас Буквально в течение Вот месяца Тремя такими Прекрасными Инициативами Вот прокомментируй Я не знаю Что появляется Ошибкой Что чем Вообще Странный вопрос Ты меня спрашиваешь Могу ли я доверять Психозу чему-то Это психоз Это не Это не что-то Что может Рассматриваться В качестве Действительно Серьезного проекта Чего-то еще Это психоз Это отклонение Этим должна заниматься Психиатрия А не политическая Аналитика И даже не журналистика Может в какой-то Степени Литература Которой я не чушь Может этим заниматься Но именно В качестве Такого психоза Такого Ну что еще Можно сказать Ну то есть Ты не можешь Это прокомментировать Как аналитик Вообще Точно так же Точно так же Как и идеи Я могу представить Себе сценарий При котором такие заявления Могут появиться Но слушай Это не смешно Это не будет Ты сам понимаешь Что это Какие-то Происходит Тут непонимание Реальной ситуации Вот каких-то Совершенно фантастических Представлений О том Что происходит В Крыму Когда я прочитал Что в Севастополе За годы Оккупации Население Выросло На 60% Я представил себе Этот переполненный город Я вспомнил Какие там кошмарные Были Даже в те времена Когда там жило Около Три тысячи Человек Всего Какие кошмарные Были Транспортные Условия Инфраструктура Какая была Ужасная И теперь Когда их там 450 тысяч Это Ну Я с трудом Представляю себе Эту ситуацию Да я забыл Представить всем Ну наверное Кто-то знает Просто Сергей Бережной Он же из Севастополя Родом Спасибо большое Дуже дякую Пану Сергею Спасибо Спасибо Сергей Бережной Публицист Был с нами На прямой связи Адера К нам сейчас Присоединяется Народный депутат Украины Фракция Слуга народа Народный депутат Который является Заместителем Председателем Комитета Верховной Рады По правам человека Деоккупации И реинтеграции Временно оккупированных Территорий Нелли Яковлева Я предлагаю Поприветствовать Паня Нелли Витаем вас Селям алейкум Добрый вечер Рада приветствовать Витаю вас Нелли На жаль Я вас До сих пор не вижу Но вы Долучались Часто До эфиров Наших Я очень Дякую вам За то Что вы Помните Про Крым На Отмену От багатьев Паня Нелли Для начала Что вы скажете Относительно Той сложной ситуации В которой Сегодня снова Оказался Первый Крымсоктарский Телеканал АТР Без сомнения Мы должны Говорить о том Что все таки Телеканал АТР Который в том числе Обещает на Оккупированные территории Является Важным Важным С точки зрения На ведение Нашей информационной Войны Фактически Телеканал АТР Стоит на защите Не только Наших национальных Интересов Как раз В информационном Пространстве Доносит Пропатриотическую Позицию И ту позицию Которую Бескорно Важно Слышать В том числе И жителям Оккупированного Крыма Скажите пожалуйста Нелли А вот с вами Как с представителем Комитета Как раз Ну почти Одноименного Названия Вот этого Министерства Да Который Вдумывает Нам все Новые испытания С вами обсуждали Например Такую идею Как Предоставить Возможность Окупантам Приехавшим Незаконно В Крым Начиная с 27 Февраля Международной Признанной Датой начала Окупации 2014 года Оставить им Право Свободно жить И легально Оставаться в Крыму После возвращения Крыма в Украину О чем заявил Министр реинтеграции Господин Резин Я так понимаю Что это заявление Вице-премьер-министра Было связано В том числе С законопроектом О переходном Правосудии То есть Фактически Как раз Этот законопроект Должен определить Все правила жизни Которые у нас Будут после Деокупации И соответственно Люди Которые проживают На оккупированных Территориях Не только в Крыму А и в Донецкой И в Луганской области Поскольку Этот проект Закона Уравнивает Статус Как Крыма Как и Донбасса Соответственно Каким Какое наказание Могут нести Те люди Либо какое наказание Они не могут нести За счет того Что они остались жить На временно Оккупированных Территориях То есть Где у нас Будет применяться Механизм Иллюстрации По отношению К кому Мы должны Применять Если это были Определенные Должностные лица Которые исполняли Свои функции На временно Оккупированных Территориях Или наоборот Есть ряд служб Которые исполняли Ну соответственно Люди Которые исполняли Свои просто Профессиональные обязанности Кто-то должен Убирать улицу Должны ли они Нести Какое-то наказание И здесь Мы приходим К версии того Что эти люди Не должны Нести наказание Но если Это были люди Которые Напрямую Занимали Проводящие Посты То естественно С ним Должны Приниматься Определенные Механизмы В том числе Механизмы Озвученную В интервью Кажется Левому берегу Именно Устами Вице-премьера При интеграции Которая Касалась Не тех людей Граждан Украины Которые там Остались в оккупации И что-то нам делали Или не делали Это касалось Тех людей Которые Россиян Которые Незаконно Приехали в Крым В период Оккупации Оставить им Право Выбирать Оставаться Или нет В том Украинском Крыму О котором мы все Мечтаем А мы знаем По их словам Там на миллион Увеличилось Население Крыма То есть было 2 Условно стало 3 И это только Прошло 7 лет Например И что завтра В голову придет Непонятно Обсуждали ли с вами И согласны ли вы С такой постановкой Вопрос Потому что Я объясню почему Потому что До аннексии До оккупации Временной Нас там было Коренного народа Где-то 15% А при таких раскладах Нам у нас будет 3% То есть мы просто Исчезаем как сущность Превращаемся Не в коренной народ Крыма и Украины А в статистическую Погрешность Причем я никак не могу Согласиться Ни с господином Резником Ни с любым человеком Который это произнесет Но я хотел бы узнать Вы с вами консультировались? С нами этот вопрос Не обсуждался Если Вопрос Прямую Мы знаем Что в крымской истории На самом деле Это не первая попытка Изменить демографический состав Населения полуострова И в рамках Исторической ретроспективы Мы можем говорить о том Что Такие попытки Такие действия Они уже были Что касается того Каким образом По моему мнению Должно ли быть Переселение Обратно На самом-то деле Сейчас Мы стратегически Должны понимать Что Проводится Политика Ассимиляции Со стороны Российской стороны То есть Фактически Тот главный результат Который мы должны Ввести Что на полуострове Должно быть Разбытое Ассимилированное Население Инкорпорировано В русскую культуру Естественно Если это будет Процесс Деоккупации То должны быть Установлены Правила Переселять Насильственно С нашей стороны Мы как демократическое Государство Тоже не можем Подождите А как это бывало То есть Бывало Что часть Какой-то Демократической Среди оккупирована А потом Она принимает Это население С немцами Которые пришли Или с итальянцами Которые пришли В Эфиопию Они там оставались Я что-то не помню Вот этого момента В истории Я не помню Немцев оставшихся В Польше Я не помню Немцев оставшихся Допустим В Чехии Как-то Не приходилось Мне в истории Мировой Сталкивался С подобными прецедентами Достаточно Вспомнить 1945 год Она не постеснялась Оттуда Выдворить Немецких Коллаборантов Немецкоязычных Людей Которые там проживали И работали На немецкую Ну просто так Всю Украину Можно заселить Нелли Ну извините Я прошу прощения Нет Я просто Мы все-таки Сходим У нас комитет Не только По реинтеграции До оккупации А еще и По правам человека Есть все-таки Те нормы Прав человека Которые есть Даются нам С рождения И собственно Говоря Мы их отобрать Не можем Как это Подождите Какое право Какое право С рождения Жить в Крыму На чужой земле Незаконно Ее приобретя Построить на ней Незаконный дом Незаконно Пересечь Гораницы Украины У нас за это Сейчас Вы же знаете Запрещают Въезд Певцам Певицам Просто за один Въезд в Крым А тут мы Даем полную Амнистию Устами министра Вице-премьеры Людям Которые все Сделали в Крыму Абсолютно Незаконно Прибыли туда Приобрели имущество Плюс Я уже даже не говорю Про преступления Которые совершали Там То есть мы Априори Преступникам Людям Которые незаконно Отобрали чужую Собственность Это же наша Собственность Нашего бизнеса Наших людей И так далее При чем тут Права человека Права человека Нарушаются Если бы я Пришел к ним В дом И что-то у них Отобрал Тогда бы я Нарушил права человека Или вы Пришли в ваш комитет И решил Отобрать землю У жителей Свердловска Например Я понимаю Это было бы Преступление Наверное С точки зрения Международного права А здесь Они все нарушили А мы Боимся им сказать Что они преступники Тогда зачем Эти законы Издавать Тогда издайте закон С Украины Можно все Законать любую территорию Вводите Любое количество Жителей Строите все Что хотите А потом Остаетесь жить Прекрасно Все таки Так невозможно И эту проблематику Мы ее должны Разделять Человека на свободу Перемещения И в принципе Если мы Говорим о том Что Часть людей Переехала туда И переобретала На основе Незаконных Действий Те сделки Которые мы все Не признаем Потому что Все что касается Имущества Украина Не признает В принципе Те сделки Которые А пересечение границы Незаконной Украина признает Вот попробуйте сейчас Без разрешения Британии Въехать в Британию Или даже в Украину То есть смотрите То есть это все Незаконно Они прибыли Вот ни один человек Находящийся незаконно В Украине сейчас Не может совершить Ни одной Значимой операции То есть В любом случае Чтобы у него появились Права человека Вот человек должен появиться В Украине легально Это вам ДМС скажет То угодно Вы сам Вы юрист наверное Вы знаете Да Вот чтобы они какие Получили возможность Что-то приобрести В Крыму Или как-то легализоваться Ну как вот он говорит Вид на жительство Там Ну понравилось человеку В Крыму жить Да Смотреть на разоренные Крымско-татарские Там бывшие поселки Ну нравится человеку Так жить Русский город Севастополь Водку пить там На горе На Херсонесе Там и так далее Ну вот любим мы Таких людей Но все равно Даже такая вот Свинья Окупанская Она должна выехать сначала А потом въехать По визе Ну не по визе Но по разрешению Украины Она там Недаконно находится Она не может остаться Получив незаконный въезд Ни в какую Вообще страну Таких прецедентов Нет ни в одной стране мира И никогда Вот я вам Гарантирую Не было такого Чтоб кто-то Разрешал легализовываться Людям Незаконно проникшим В страну Тем более На танках Окупантов Ну я не знаю Как эти законы Будут написаны Я хочу их почитать Честное слово Вот как юрист Я хотел стать юристом Хочу почитать Как легализоваться В чужой стране Приехав в нее на танки Мне интересно Я к сожалению Не юрист Поэтому попробую Скомбинировать В своем ответе Все таки Те правовые основания Которые есть И действительно Границу Перезечения Незаконности Тех действий Которые Происходят На самом-то деле Мы У нас Не было запрета На прямой Въезд Тех граждан Российской Федерации У нас Был запрет Естественно На Все сделки Которые происходят В Крыму По имущественным Вопросам Они считаются Незаконными Вопрос Что произойдет После Деокупации То есть Я так понимаю Вопрос О радикальной Модели Того Что мы собственно говоря Должны депортировать Всех людей Которые То есть Граждан России Которые Приехали в Крым После момента Окупации Вы говорите Нелли Что запрета Не было На приезд Россия на территорию Украины Абсолютно Вы правы Но запрет Не означает Отсутствие штампа В паспорте На въезд То есть Запрета нет Но ты Заходи через границу Получай штамп Срезубом И тогда Поезжай В любую точку Украины Так закон гласит То что они сделали Это незаконное Пересечение границы Я что-то не уверен Что допустим Если сейчас русские Высадятся на каком-то Британском острове Их там много Да захватят Какую-нибудь там Прекрасную вкусную Винокурню Там виски-курню Устроятся там жить А потом Британское правительство Скажет Да оставайтесь Что там такого Вот еще вам пара островов Нет Оно их попросят Оттуда выехать Не может Насильцем Не отсильцем путем Я не знаю Может полиция за ним приедет Может им скажут Вас будут штрафовать Каждый месяц На тысячу Пять тысяч Двадцать тысяч Фунтов сервинг Пока вы не легализуетесь То есть не выйдете И не въедете Имущество ваше здесь Незаконно Легализуетесь Я вас даже трогать не буду Но вы должны легализоваться Либо платить штрафы Вот до тех пор Пока вы не приведете В порядок Свою документацию Если вы не преступник Не убийца В соответствии с законами Украины Ну или как Вот я хочу законно Ответвить Это полная амнистия Всем оккупантам Или все-таки Украина имеет свои границы Я не знаю Смотрите Здесь вот как раз На самом-то деле Мы вот сейчас Начинаем выходить На правильную модель И правильный Тон диалога В том ключе Что должны быть Установлены правила Четкие правила В том числе Возможности Поэтому мы не можем Использовать полностью Насильственный элемент Депортации К сожалению Времена поменялись Или к счастью Но мы демократическое государство О чем мы говорим Действительно Это могут быть Штрафы за незаконное пребывание Это наиболее легкий Механизм реализации Мы можем говорить о том Что они должны получить Полностью все Украинское гражданство По полной процедуре То есть если они там остаются Мало того что легализовать все И если они хотят остаться То соответственно Мы знаем что иностранные граждане У нас не могут пребывать По разным странам Определенное количество дней Мы можем ее выставить Иначе Изменить Собственно говоря Это поле Сколько они могут пребывать На территории Украины Гражданами Например Российской Федерации Это тоже один механизм Соответственно Они должны будут выехать Через определенный момент В целом Еще есть один момент Очень важный Это формирование Целостной политики Переходного периода И мы будем понимать Что на самом-то деле После изменения После изменения И после восстановления Украинской власти Большинство Россия Может быть И добровольно Хотят покинуть Территорию Ну я бы на это Не очень рассчитывал Потому что В Украине хорошо А Крым Это вообще Жемчужина мира Да И если допустим Ну я Я понимаю Что это бесполезно продолжать Тогда смотреть закон Да Что там будет написано Но в данном случае Вот в том варианте Которым вы сказали То есть получить оккупанту Ну жить в оккупанту В моем Крыму Легально можно Это мне сейчас туда нельзя А ему там можно будет И сейчас и потом То есть он смотрит на меня Как на придурка Который боролся Возвращение Крыма в Украину Потом приехал А он грызет семечки В баре Сидит Ну что ты приехал Я как жил тут Так и буду жить Я полковник внутренних дел Ну там и так далее Я никого не убивал тут Я тут вот штампы ставил На въезде Да То есть фактически Вот смотрите Вы же правильно сказали Что замещение населения Чего иначе разговор Это одна из форм геноцида Я вас правильно услышал Да абсолютно верно Они занимались этим С 90 1883 года С первой аннексии Да Крымский татар Там было 93% Потом 61-62 год 19 века Стало В 5 раз меньше За 2 года Там было массовое Просто Ино силовое выселение Потом 0 в 44 году 0% Коренного населения Потом где-то 15 на 13-14 год А когда я туда вернусь Я там буду В составе 3% На которых будут показывать Пальцем Говорить кто это такие Почему они говорят На непонятном языке Вот И прав у них никаких нет Конечно Но какие права Могут быть у 3% населения Это фактически Все равно что давать права Там я не знаю Туристам Которые в судак приедут Вот их примерно Столько же будет Да То есть нам Нам как крымским татарам Ничего в этой системе Не гарантировано Мы лишние там Зайве люди просто Там большинство будет русских Они будут либо голосовать Либо просто количеством своим Показывать нам Кто мы такие Но я с этим честно Не согласен Это же вопрос Национальной безопасности Нашей страны Как было в 44-м Депортировали крымских татар В не остывшие еще Очаги Поселили НКВДшников Потомки которых В 2014 году Сжигали украинские паспорта И топили за родную гавань Так получается Смотрите Мы должны в этом вопросе Все-таки снижать Радикализацию дискуссии Почему? Потому что мы понимаем Что на самом-то деле Процесс мира строительства После деоккупации Действительно будет занимать Очень долгий период И будет ряд Вызовов стоять перед нами Где мы действительно Должны будем принимать Сильные и волевые решения В то же время Мы осуждая политику Геноцида Что собственно говоря Необходимо еще тоже Будет доказывать Международный государь По признанию Другими государствами Этого процесса Что связано с изменением Примунического состава Придем к тому Что будет ряд Оконечений Но насильственной депортацией Мы как демократическое государство Проводить не сможем Я вас услышал Нелли Если по прецеденту То допустим Если сейчас Россия Начнет широкомасштабную войну С Украиной Такая вероятность существует Это не выдумки какие-то Это любой военный Это шеф И наш военный скажет Сколько войск стоит Атакующих Вот так По периметру Украины И допустим Предположим Такой ужасный вариант Что случилось такое Что они захватили половину Украины Ну по Днепру например Она тоже остается Временно оккупированной Как сейчас Временно оккупирован мой Крым Потом они завозят туда 8 миллионов населения Или 28 Сколько захотят А потом парламент Украины На правом берегу Киева Который возможно не будет Оккупирован в тот момент Разрешит всем им остаться в Украине Ну как бы спасибо Я думаю что потомки Нам с вами такое спасибо за это скажут Просто скажут Спасибо вам за вашу демократичность Жалко что не всю Украину отдали Посмотрите Все таки мы должны говорить о том Что процесс полномасштабной войны Сейчас не рассматривается Как перспективный вариант А разве рассматривался аннексия Крыма тогда? Нет не рассматривался Но мы же понимаем Что после аннексии Крыма В том числе Если в этом национальная безопасность И другими органами Моделировался ряд И если мы сейчас говорим О полномасштабной войне с Россией То все таки мы со своей стороны Должны приложить максимум усилий Для того чтобы Конфликт как деоккупация территории По Крыму и по Донбассу Происходил политико-дипломатическими Потому что потери С точки зрения национальной безопасности И государственности в целом Для Украины Будут практически катастрофически Я понял Мы должны вести себя так Чтобы не злить русских Спасибо Я вас услышал Нет Мы должны себя вести так Чтобы отстаивать свои интересы В том числе Интересы национальной безопасности Но отстаивать их В рамках правового поля Мы понимаем Что если бы тогда Еще когда мы говорим о Крыме Решение Совета национальной безопасности Было другим То возможно и сейчас Украина была бы другим Но история не терпит Условно-воспост На сегодняшний момент Мы больше рассматриваем Политико-дипломатические методы Поскольку путь Прямого вооруженного противостояния Принесет катастрофу для Украины На сегодняшний момент С точки зрения безопасности С точки зрения жизни граждан И с точки потери потенциального Еще ряда территорий По-моему мы не обсуждали с вами Вопрос вооруженного освобождения Ни Донбасса, ни Крыма Потому что мы понимаем На сегодняшний момент Конфликт тем не менее Является локализирован С точки зрения территорий И если мы тут будем говорить о том Что сейчас международные партнеры Будут активно нам помогать Для деокупации территории Этого не произойдет Потому что Международное сообщество Включается более активно Тогда, когда происходит Угроза мировой безопасности Если на сегодняшний момент Произошла локализация В том числе на определенном этапе Сочарствия международных партнеров То соответственно дальше этот вопрос Разлагается на плечи Украины И мы здесь должны занимать Проактивную позицию Для того, чтобы Вопросы нашей повестки дня И потери нашей Государственной Дориториальной целостности Оставались важными Даже спустя 6-7 лет Потому что для нас Это стратегический курицей Спасибо большое, что поучаствовали Если есть вопросы еще Да, по ней Нелли Мы с вами некоторое время назад общались Вы говорили о том Что, возможно, после Нового года Будет представлена стратегия По деоккупации Крыма Где она? Пока что стратегия еще выписывается Поскольку даты проведения Саммита первой крымской платформы Они были перенесены Перенесены, как мы знаем На 23 августа Соответственно И стратегия деоккупации Будет представлена в Польше А почему перенесли? Потому что сейчас идет работа С рядом, опять же Других государств Для того, чтобы Как можно больше участников Присоединить к этому процессу Мы понимаем, что Есть противоборствующие силы И часть государств Несмотря на то, что Вначале они проявляли Более проактивную позицию Сейчас меньше ее проявляют И поэтому перед нашими дипломатами Стоит задача все-таки Активизировать В том, что стоит Представительство других стран Зразумимо Дуже дякую вам Понимали Чё салу С Нелли Яковлева Народный депутат Украины Фракция Слуга народа Была с нами на прямой связи У нас сейчас закончен первый Да, или нет? Да, мы закончим У нас будет еще один Сейчас телефонный звонок Мы попробуем связаться Со следующим гостем А я в рамках нашего марафона Хотела с вами обсудить Один очень важный вопрос Одну очень интересную новость Визит Жозефа Борреля В Москву Это просто феерический Фантастический визит Я не могу его оставить в периферии Я даже не видел кадров Вот ты знаешь Это единственный случай Мне кажется Последнее время Один из Когда европейские политики И специалисты политики И в Москву Они говорят Что это полный провал Это русские говорят? Это и русские говорят Это и европейцы говорят Ведь хоть о чем-то сошлись Да Я же говорю Это за последнее время Они впервые Так четко Что он наделал Он напился в водке Что случилось Присал с этой спикершей МИДа Что он сделал такого Что это все оценили Как неудачу Ну смотри Во-первых Он признал В своем выступлении Что европейский союз Не сделал никаких шагов В сторону принятия новых санкций В отношении России В связи с отравлением Алексея Навального Дальше Он просто стоял И молчал С полуулыбкой на лице В то время как Руководитель Внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров При нем же Обругал ЕС Назвав его Ненадежным партнером Да Боррель там сказал Что он Почем Боррель Сейчас ты не смотрел Котировки Нет Ну ладно Понимаете Он при Борреле Несколько раз Опять Сказал Заявил о сомнениях И о выводах Запада Относительно того Что там Алексея Навального Отравили Нервно-паралитическим Веществом Что канцлер Германии Ангела Меркель Врет Ничего подобного Там все организации Швеции Во Франции Они врут Неправда Это ничего А этот стоял И улыбался Понимаете И собственно Сам Жозеф Боррель Вот что интересно Он сам сказал Что да Как бы Неудачная была Попытка Не смог Не смог Вот у нас есть Вот цитата Давай послушаем Наверное Это смешно Агресивно Влаштована Пресконференція Та виселка Трьох Європейских Дипломатів Під час Мого візиту Свідчать про те Що російська Влада Не хотіла Користуватися Цією Можливістю Для більш Конструктивного Діалогу З ЄС Хоча це Не зовсім Несподівано Але Шкода Що У тому числі Я вважаю Шкода Російської Стратегічної Точки зору Моя зустріч З міністром Лавровим Та сигнали Надіслані Російською Владою Під час Цього візиту Підтвердили Що Європа Та Росія Віддаляються Здається Росія Поступово Відключається Від Європи І розглядає Демократичні Цінності Як Екзистенційну Загрозу На що Він розвитив Невероятне Откриття Жозепа Всі Жозеп Просто У нас Магеллан Фернан Просто Колумб Какой-то Международной Политики Оказывается С русскими Нельзя договориться Ничего себе Ого Она В Тундре Снег Бывает Ну да Не Ну там Много Открытий Он мог бы Свершить В России Я Далісь Вон проехал Например Он бы Ну не знаю Много Байкал Глубокий Там не знаю Много чего Интересного Европейц Можете Увидеть Я не могу Комментировать Извини Это просто За гранью Мне что нравится Я считаю Что Не было так смешно Если бы не было грустно Даже не знаю Ни наши так унижают А они наверное Заслужили Вот смотри Вот Путин Даже Не стал сам На нем топтаться Он же свою лошадь Выпустил Вот эту Дипломатическую И просто Это когда Приходит Раб Бывало В древнем Риме Рабы С ними же С рабами Никто не дрался Никогда 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 не унижал рабов Но хозяин не мог подойти Унизить раба Он выпускал собаку Какую нибудь Если он был таким Садистом Лошадь Свинью Она съела На нем На глазах Или Надругалась над ним Каким-то другим образом Выгдала его В мокром Непристойном виде Обратно В загон Тем самым Наказав Помнишь Это барин Троекуров Он спускал Медведей Одна культура Ментальная Но приехали Снова в Москву А были такие времена Когда барель Откуда он такой красивый Он откуда Гражданин Чего он Я так понимаю Что Швеции Швеции Серьезно Да ладно Я проверю Я не верю Что такие шведы В природе Еще существуют Я проверю Мои все шведы Нормальные Ну и короче Раньше Сейчас они Еще так нормально Возвращаются К себя Раньше Гульсун Как было В 16 17 15 Веках Москва Москва была Деревянная В основном И она Все время горела Но они то забудут Газ выключить Что-нибудь еще Так нет Я ошиблась Испания Он был еще министром Иностранных дел Испания Теплый такой Европеец В Испании Наверное Да Ну хорошо И вот этот Раньше Когда иностранцы Прежде всех Иностранцы Звали немцами Немчура Он бы тоже был Немчурой В принципе Там бар мочит Что-то и деньги есть Ну и ладно Ну и в общем Они приезжали в Москву А Москва все время горела И вот один из случаев Описанный Историком Немцем Он чудом выжил Во всей этой катаклизме Короче Москва сгорает Посад вот этот Вокруг Кремля Все эти деревянные Занюханные Черные избы Вот эти все сгорают И злые москвичи Значит которые Не обуглились В процессе Все этого дела Утром Начинают искать виноватых Ну не знаю Может они друг друга Тоже там поели В какой-то количестве Но они находят Немецкое посольство Которые там Вместе с ними Тушили ведрами Такое чудо Как водопровод Оно же пришло В Москву намного позже Чем в Бухчисарай Даже в любую Крымскую деревню прибрежную Вот Они же ведрами Таскались в Москву реки Деревянными Какими кадушками Знаете В сказках В таких вот кадушках Обычно щуку они несут Вот эту вот К Иванушке Вот И Они Нашли этих немцев И просто утопили И утопили их Под мостом Они просто взяли Прямо от Кремля Вот этот мост Где Бориса Немцова Потом убили Прошу прощения Что я улыбаюсь И вот под этим прям мостом Москворецкий Или какой он там Там они его утопили Их утопили Просто А те кричали Что-то на непонятном языке Мы не виноваты Мы из посольства Евросоюза Мы там это самое Хотели с вами Навести контакты Но под мост Так под мост Так что сейчас Вот этот Джозеп Боррель Этот Знойный Испанский Дядюшка Он отделался очень легко Раньше встречали по-другому Бывало Ну не можно сказать Что он еще легко отделался Потому что Я так понимаю Что сейчас Это очень разозлило Ряд европейских Парламентариев В частности Депутат Европарламента От Эстонии Рихо Террас Намеренно Передать президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Лаен Письмо С предложением Отправить его В отставку Ну я думаю что Да Давай Давай послушаем Продолжим Ну что Ну это эстонец Понимаете Это эстонец Эстонцев в Сибири Не выселяли Вернее Испанцев в Сибири Не выселяли Они там Не грызли деревья И кору Да Как эстонские люди Которые депортировали Украинцы туда В лагеря Да Испанцы Они При франках ОМОН ели Ну Вот У нас есть сейчас Гость Который с нами На прямой связи Микола Рябчук Публицист Культуролог Подчастный президент Украинского ГУПЭНа Пана Микола Витаем вас Добрый вечер Добрый вечер Ну что Ну я не знаю Что уже запитывают Я знаю Что вы в курсе Всех наших Перепетициях Да Это уже Час від часу То гирко То смешно То як Ну Виглядаемо Мы насправді Дуже дурно Перед очима Иноземцев Бо я стекнувся Знаете Пане Микола З такою проблемой Что я не могу Пояснити Иноземцам Что происходит С телеканалом Матери Я просто не могу Вони же кажут У вас війна же Крим окупована Я кажу Так А в чому проблема Что держава не може Під час окупації Протягом окупації Единый кримстатарский телеканал Ви же Ви ще боретеся За Крим Чи ні Чи як Я не можу Відповісти на це Ну просто не потупив очі Там я не знаю Так правильно Українську Чи ні Ну просто це Така ганьба Ну я не знаю Може у вас є Людина Ближче за мене До літературних слів Знаете Пане Дер Я читав Вашу Полонку На Українській правді За що ми разом З дружиною читали І Прошено Якось І розчулені І обурені Мені важко пояснити Такі речі Вже багато років важко Я вже ось Половину свого життя Тільки те роблю Що пояснюю Дамагаюся пояснити Іноземцям Деовижні зигзаги Української політики І Правду каючи Ну пояснення є Але воно на жаль сумне І якось навіть Не хочеться його артикулювати У мене враження просто Що Українську владу Нічого Крім власних Якихось схем Прибутків І інших Якихось операцій Не цікавий Тобто Ну все Що з цим Не зв'язано Що не дає Прямого прибутку Вона якось Не на то хвилює Наших владоможців Причому Це вже багато років Це просто Міняються різні Ідеологічні упаковки Але суть Суть цієї всієї Корупційно-олігархічної влади Вона та сама Я боюсь Мало що зміниться В найближчому часу Треба звичайно Добиватися цих змін Мене більше турбує І більш дивує Не так влада Я вже звик до того До поведінки нашої влади Мене більш дивує Певна апатія Українського суспільства Я це спостерігаю Не лише на прикладі Каналу АТР Я бачу це Подібну реакцію Чи відсутність реакції На Бабин Яр На спробу Російських олігархів Проватизувати Бабин Яр Впровадити туди Свій проєкт Свій наратив Москоцентричний Це теж ніби Українці вважаю Це не їхня проблема Це єврейська проблема Тут вважаю Це не українська проблема Це татарська проблема Немає не українських проблем Все що в нас І довкола нас Це українські проблеми І оце дуже важливо Оце мене більш засмучує Що українці Що моє суспільство Мої співчизники Не усвідомлюють Наскільки це все кепско Наскільки це справді сумно І власне Ну мені трошки бракує Оцього голосу Моїх друзів Моїх колег Моїх співчизник Ну так Є таке відчуття Хоча останнім часом Останні там буквально Три-чотири дні Я бачу велику підтримку Насправді велику В соціальних мережах Там люди викладають ролики Не кримські татары Тобто ми це все розуміємо А люди які свідомо підтримують нас Ми ж нікова не проща не просимо Якщо Ми жі воюємо за Україну На своєму там Кусочці фронта І как бы у нас Другого выхода, собственно, нет Ну просто, наверное, знаєш, в чому Проблема Микола? В тому, що Многі люди ще нічого не потеряли Вот им кажется, що до них Що этот огонь не дошов Вот он сидит, вот этот Вице-прем'єр Или министр Какой-то какой-нибудь Да, он же ничего не потерял По сути дела І він пишет там Принимає решення По Крыму, по Донбассу Не как человек Который що-то там Оставил Они спокойно Поэтому выговаривают Такие слова Что, россияне Оставайтесь в Крыму После оккупации Живите там С этими татарами Ничего, что там Я приду И буду один из ста Или трое нас будет из ста А остальные будут ходить И вот это акать И рассказывать нам Что мы тут черные ходим И так далее Они просто живут Другой реальности Я вот даже тут их сейчас Вот в этот момент Ничем не обвиняю Но нет ли у вас ощущения Того, что просто Вот таким отношением Мы как-то приближаем К себе большую войну Вот на самом деле Да, я Ну, вы знаете Є ця давняя приказка Про те, что Сьогодні Сьогодні прийдуть За комуністами Завтра прийдуть За євреями Післязавтра прийдуть За гомосексуалістами А потім Ще за кимсь А врешті За вами прийдуть Тобто це абсолютно Логіка, яка працює Вже багато десятиліть І вдавати, що До нас черга не дій Де це дуже наївно І, ну, я б сказав Навіть не раціонально Ну, але Українці не дуже Відзначалися раціоналізмом Правду кажучи І що мене от в цій ситуації Особливо дивує Що ми постійно нарікаємо Що от Україні не вистачає Міжнародної підтримки Що от нас в світі не розуміють Що нас не чують Що от багато країн В об'єднаних націях Не голосують На підтримку України Не голосують проти Але найчастіше утримуються Намагаються не втручатися В цей українсько-російський конфликт От ми обурюємося Що от до нас таке ставлення Але ж наше ставлення, на жаль Теж подібне І до багатьох міжнародних питань І зрештою до наших внутрішніх От якраз ситуація з кримцями Ситуація з каналом Етер Є дуже таким добрим прикладом Того, як ми з одного боку Вимагаємо від спільноти співчуття Від міжнародної спільноти співчуття І уваги до наших проблем А з іншого боку Самі не виявляємо тієї уваги Яку могли б і мусили б виявляти Оце власне Це є подвійні стандарти І от це треба якось долати Треба себе вичавлювати Цю подвійні Знаєте, Микола, це якась така відверта Зневага до України Знаєте, мені так образливо це Я просто обурений до глибіни душі Через те, що я не знаю Як можна так ставитися до своїй країни Чи може вона для них не своя Для цієї частини Ось я просто не уявляю Як литовець, наприклад Я багато знаю литовців Ну там є, звісно, колаборанти Якісь там Ну тих там дуже мало, по-перше А по-друге, це таки Ну маргінали, насправді Тобто, в цілому Литовське суспільство, воно єдине Вони можуть там один одного Навіть не навідати там З якихось питань Але що до питань безпеки Там, в такому В доброму сенсі Русофобії Захисту від Росії Там, не знаю Постійної Готовності до спротиву Тощо, в них тут немає Просто розбіжності Ми ж готові пересваритися На кожному кроку І, звісно, цим можуть Користатися росіяни Ну, звісно, можуть І, знаєте, ця ганебна історія Що я просто Кожна наступна новина Для мене як просто Новий номер в цирку Ось там У п'ятницю, здається Я прочитав новину Що міністр з питання Купованих територій Реінтеграції Надіслав листи До посольств Країн Так званий Джі Сева З проханням допомогти Кримсько-татарському Телеканалу ОТР Тобто У мене в кишені Є гроші Які Передбачені Кожен рік Були На підтримку Телеканалу ОТР Це дуже невеликі гроші Навіть для Не те, що для України Для Сомалів Вони невеликі Для держави Тобто це навіть обгорювати Не треба Це просто порівняється з будь-чим І стане все зрозуміло Це для телебачення Це просто Саме-сам просто Мінімум необхідного Для мовлення просто Для роботи і мовлення Тим більше для телебачення У вигнанні Так, як ми В своїй країні І ось він Тіпа Такий Найхитріша людина Така В нього В кишені Гроші є Він віддавати Я цим чортам Їй не віддам Але ось До цих лохів Я піду Скажу Давайте там Тут Гроші мені Це ж просто ганьба Вони ж все знають Вони Тобто Вони Мене Навагаються Оманути Когось Це ж не всі дурні Навколо Це така ганьба Для країни Це гірша за анехдот Просто виглядає Ви знаєте Вони вже 30 років Намагаються Бігати між крапельками Ви пам'ятаєте Нашого Першого президента Потім Другого Третього І от всі вони Чомусь вважають Що між крапельками Якось пробіжать І от вони Оце бігають Бігають І на жаль Країна не розвивається Ми якось Все глибше Поринаємо В якесь таке Болото Оце Євразійське А ще тут Росія сприяє Цьому всьому І Те що ви кажете Воно справді Назвичайно сумно Бо я Я розумію Що Ну Неспіймірність Цих коштів Я розумію Що Вартість Утримання Такого каналу Це ну Кілька автомобілів Для адміністрації президента Це політичне питання Микола Це політичне питання Ви бажаєте Чи ви не бажаєте Якщо ви не бажаєте Ви вигадуєте Нові-нові умови Заперечення Застереження Там Здогадуюся Чи ці краплі І від кого вони Між яких цих краплі Вони всі ці роки бігають Вибачте Дякуємо дуже Пане Микола Чох Сагол нас За підтримку Чох Сагол Микола Рябчук Був з нами На прямому зв'язку Публіцист Культуролог Почесний президент Українського Пену Ну всі розумні люди Все розуміють Це якась дискусія Для ідіотів Чесно Мне даже Если честно Уважаємо зрители Мне немножко Перед вами неловко Мы сидим тут С гульсом И всей Украине И купленному Крыму Умным людям Среди зрителей Канал Фатернец Канал Фатернец Случайных людей Дурачков Повторяем Дважды два Равно два Вы слышите там Иван Иванович В министерстве А трижды три Это равно девять Знаете А корень из четырех Это два Да Вот вы выражены Этим заниматься На Двадцать Двадцать тридцатом Году Независимости Украины И на седьмом году Начало Временной Оккупации Нашего родного Крыма И территории Отдельных территорий Луганской Донецкой областей Но Мы безусловно Победим В этом нет никаких Сомнений у меня Поэтому мы не отчаиваемся Никто И мы делаем пока Все что нужно Это берем друг друга за руки И каким образом Сейчас мир гибриден И в том числе Очень сильно информационен Поэтому подписываемся На АТР В ютубе Подписываемся на АТР В фейсбуке Во всех других соцсетях И если есть желание Помочь действенно Материально Нашему каналу Иметь хотя бы что-то За душой Чтобы Эти дни Продолжать вещать Значит То тогда Пожалуйста Патреон Нашего канала Это просто честь Мне кажется Помогать Крымско-татарскому народу Я всегда Знаете Говорю Гурцом Некоторые люди говорят А почему Мы должны Вам помогать Вы ничего не должны Вы должны Себе Мне от вас Ничего не надо Вот если честно Правда Вообще ничего не надо Это вот почему Наша власть должна Или ваша власть должна Там это и президент Ничего не должны Вопрос Лично президент Смотрит в зеркало И говорит Я хочу остаться В истории Нормальным человеком Тогда я поддерживаю Крымских татар И возвращение Крыма Я хочу остаться В истории Пустым местом Или грязным пятном Это тоже вариант Вот вторая мировая война Она все показала Кто помогал евреям Кто помогал Странам Разным Освобождаться от нацизма Те герои В своих странах А кто мешал У тех могилы На задних дворах Если еще можно Где-то их найти Выбирайте Сейчас тем более Не такая экстремальная ситуация Можно быть честным И порядочно Не такой высокой цены Чоксавлайдер Я продубирую Подписывайтесь на наш Ютуб канал Телеканал АТР Наш адрес Нам важен ваш голос Смотрите нас там Там мы выкладываем Все наши программы И самые интересные Фрагменты Из наших эфиров Там мы вещаем Как в онлайн режиме Так и все наши Программы Можете видеть В записи Можете стать Патроном телеканала АТР И стать частью Большой Крымстарской Семьи Стать частью Телеканала АТР Можете поддержать Наш канал На экранах Ваших телевизоров Вы можете видеть Номер карты Куда можете Скинуть Хотя бы Одну-две гривны Каждая гривна Каждая копейка Сегодня для нас Чрезвычайно важна Мы благодарим Всех тех Кто по сегодняшний день Находится с нами Поддерживает Телеканал АТР Поддерживает Крымских татар Мы с вами Не прощаемся Мы прерваемся Буквально на Несколько минут Далее Эфир телеканала АТР Продолжает Информационная Программа Заман А потом Мы продолжим Наш марафон Сейф АТР Голос Крыма Майбута В эфире Коршкенч Продолжает Поддерживает Находится Новая Майбута Ск्емпликт Новая Эфир Майбута Да Красави Сейф